Беларусь посадил за надпись на асфальте Максим Павлющик написал, не забудем, на месте убийства Тарайковского. Ему дали два года тюрьмы. На асфальте написал два года тюрьмы. Лукашенко заявил о передаче президентских полномочий. Части, я так понимаю. Все белорусское народное собрание должно получить часть полномочий. Чудит, рассказывает всякую хрень, рисует будущее, в котором его нет. И очень хочет, чтобы он там был, чтобы были его там сыновья и прочее, прочее. Вот он предложил это все белорусское народное собрание, ну то есть, госсовет Путина и прочее, прочее. Я понимаю, что народное собрание не госсовет, но суть-то одна и та же. То есть, выдумывают какую-то шнягу для того, чтобы показать, что идет некое реформирование и из-за этой шняги жизнь будет другой. Не будет. Не будет жизнь другой. Вот в Беларуси, мы тут сказали про Беларусь, сейчас создано движение партизанское, в том числе и наше партизанское движение, группа партизан в Беларуси, готовится к всеобщему восстанию. Спрашивают, как готовится. Открыто. Это парадокс современного мира. Но представьте себе на секунду, вы начинаете тайно готовиться к всеобщему восстанию. Всеобщему. Вы сможете это сохранять втайне? Нет. Ни в коем случае. Если это восстание всеобщее, втайне вы не сохраните. Если это какой-то группа радикалов небольшой, конечно, вы можете сохранить втайне, и то вряд ли. Скорее всего, информационный мир вас вскроет, и информацию снимут либо путинские, либо лукашенковские. В любом случае, все придет к Лукашенко. Поэтому, стоит ли так рисковать? Зачем? Когда можно все это делать абсолютно открыто. Нельзя скрыть. Как бы тщательно вы не скрывали, она все равно вырвется. Мы из этого исходили 5-го, 11-го. Что никакие тайные революции сейчас не прокатывают в информационном мире. Понимаете? Вот если вы делаете какое-то тайное общество и идете к революции, то эта тайна будет прежде всего от народа. А народ, армия должны быть с вами. Поэтому для них это не должно быть тайной. Без тайны вас дадут в гестапо. А с тайной это гестапо вас просто возьмет сразу. Понимаете, что значит тайна? Тайные действия конкретных людей. Это сразу попадут в гестапо. А тайные, открытые действия всего народа. Подготовка в интернете, на каких-то сайтах и так далее. Естественно, анонимно и с возможностями выходить туда через VPN и так далее. Это возможность не попасть. Ну, по крайней мере, не всем. И подготовить нормально, абсолютно нормально подготовить революцию. В Белоруссии заявили о раскрытии террористической группы. Но началось. Те, которые написали на асфальте, не забудем, на месте гибель человека. Я думаю, что таких террористов, в кавычках, раскрыт. Вот к вам к вопросу о закрытости. Вот раскрыли некую террористическую группу. Кто такие террористы? Ну, наверняка те, которые просто не любят Лукашенко. Писали в интернете, что они просто не любят Лукашенко. И там что-то между собой, может быть, внутри договаривались. Наверняка были какие-то стукачи, которые слили информацию. А может и не было стукачей. Может быть, там сами фейсбэшники. Эти кгэбэшники, вернее, белорусские работали напрямую. Все. Вот так это работает. Понимаете? Поэтому любая революция современная должна готовиться абсолютно открыто. Абсолютно открыто готовиться в интернете. Просто никто не должен знать, кто ее готовит. Готовить должен народ. Аноним. ГБшники мысли не читают. ГБшники читают мысли, потому что вы их пишете в интернете. Поэтому они мысли читают очень легко. Вы работаете в группах, пишете и так далее. Мысли они не читают. Как читать? Очень легко. информационный мир позволяет это делать